Общественное самоуправление Районы республики перенимают опыт Альметьевска В этом году по системе ТОС мы решили принять программу трехлетнюю по строительству освещения внутри дворовых территорий Заплатить налоги, не выходя из дома – новая возможность портала госуслуг На данный момент в Альметьевском районе интернет-сервисом уже пользуются 65% населения Под парусом надежды благотворительная организация ЯС при компании СМП «Нефтегаз» провела региональный фестиваль творчества особенных детей Чтобы ваши идеи, замыслы, желания не всегда воплощались в жизнь Всего хорошего вам! Сегодня Альметьевск принимал гостей Обсудить проблемы и разные направления деятельности территориальных общественных самоуправлений В нефтяную столицу приехали более 300 делегатов из муниципальных районов А также представители министерств и ведомств республики Встреча началась с посещения передовых самоуправляемых территорий Альметьевска Подробнее в материале нашего корреспондента Среди достопримечательностей, которыми по праву гордится Альметьевск Парк Шамсинур занимает, пожалуй, лидирующее место Туда в первую очередь и отправились гости Парк возник на бывшем неблагоустроенном роднике Теперь это самое посещаемое место отдыха Шамсинур – первая из четырех новых парковых зон в Альметьевске Обустроенная в рамках года парков и скверов республики Кстати, на днях Альметьевский парк Шамсинур победил в российском проекте «Приметы городов» в номинации «Общественное пространство» То, что показали, значит, это впечатляет Потом ваш город, он и зеленый, он и ухоженный Чувствуется, что живут тут полноценные хозяева Я тут имею в виду не только руководство города и муниципального района Значит, и население тут дорожит И благоустраивает ту местность, где они сами проживают Следующим пунктом экскурсии стала территория ТОС-6 За которую отвечает нефтегазодобывающее управление «Ямашнефть» В административном здании находится и подростковый клуб «Радуга» И служебное помещение для участкового полномоченного Подростковый клуб после капитального ремонта Его посещает более 200 детей Затем гости осмотрели внутриквартальную территорию ТОС-4 Здесь расположен также обустроенный в год парков и скверов литературный дворик Установлены шкафы для букросинга, удобные скамейки и кресла За порядком следит администрация территориального общественного самоуправления Также в этом ТОС решили проблему раздельного сбора мусора В части развития местного самоуправления И то, что у нас сегодня действует Совет муниципальных образований В этом плане мы имеем уже достаточно хороший опыт Но в республике через где-то организацию Где-то, как здесь, продолжение этих традиций В форме территориального общественного самоуправления Это еще один очередной шаг приближения населения К местному уровню управления своей территорией, своим домом Альмитинский район одним из первых в республике Начал развивать систему ТОС И сегодня здесь работает 36 территориальных общественных самоуправлений Каждый из них имеет свой паспорт С закреплением территории своим бюджетом У всех ТОС есть головные предприятия Которые оказывают им материальную, финансовую и техническую поддержку Все они имеют общественную приемную, опорный пункт полиции Все усилия органов местного управления, республиканских властей И нашего президента направлены на то, чтобы повышать качество жизни наших граждан В этом году по системе ТОСов мы решили принять программу трехлетнюю По строительству освещения внутри дворовых территорий Обсудили насущные проблемы общественного самоуправления делегаты форума на пленарном заседании В своем выступлении председатель Совета муниципальных образований республики Минсагид Шакиров отметил Что сегодня в Татарстане созданы и работают 347 ТОС Которые стали активными помощниками местных органов власти И эффективно участвуют в решении проблем своих территорий С 2014 года муниципалитеты Татарстана получают субсидии Для ежемесячных компенсационных выплат руководителем ТОС На встрече подвели итоги деятельности ТОСов прошлого года И наметили планы на будущее В частности приоритетных задач органов местного самоуправления республики На текущий год мы назвали задачу дальнейшего развития системы территориального общественного самоуправления В городских поселениях и городских округах И обеспечении тесным занимательством депутатов с органами территориального общественного самоуправления В завершение представители ТОСов разных городов рассказали о своем опыте работы с гражданами и создании для них наилучших условий жизни. Органам местного самоуправления было рекомендовано перенимать наиболее продуманные идеи и проекты друг у друга и становиться еще лучше и полезнее для населения. Алсу Гатаулина, Илька Махмедзянов, Альметьевск ТВ. Напоминаем, что в это воскресенье, 22 мая, в России пройдет предварительное голосование за кандидатов на выборы в Государственную Думу. Выбрать своего кандидата от партии «Единая Россия» смогут также жители Альметьевска и Альметьевского района. Процедуру предварительного голосования партия «Единая Россия» проводит, чтобы сделать процесс выбора кандидатов более открытым и понятным, обновить состав корпуса кандидатов за счет сторонников партии и понять, какие именно политики наиболее популярны у населения. Кандидаты выдвигаются по одномандатному избирательному округу либо по списку. Голосование будет рейтинговым, то есть предпочтение можно отдать не одному, а нескольким кандидатам. Списки победителей будут сформированы 22 мая. Набравшие наибольшее количество голосов персоны и будут выдвигаться в кандидаты на выборы в Госдуму. Отдать голос за своего кандидата альметьевцы смогут на счетных участках. В Альметьевском муниципальном районе их 23, 13 в городе и 10 в сельских поселениях. Они будут работать с 8 до 20 часов. Отметим, что адреса счетных участков не совпадают с адресами избирательных участков. Узнать, где именно вам следует голосовать, можно на сайте предварительного голосования, а также на официальном сайте нашей телекомпании. Там вы найдете подробную информацию о предварительных выборах кандидатах, а также адреса всех участков. Мы напоминаем, что в субботу 21 мая в рамках санитарно-экологического двухмесячника состоится общерайонный субботник. На массовую уборку закрепленных территорий выйдут работники предприятий и организаций, бюджетных учреждений, школьники и студенты. Им предстоит навести окончательный лоск на улицах и во дворах, на водоемах и в зеленых зонах. Это будет завершающий этап экологической акции, которая началась в республике с 1 апреля. За два месяца в Альметьевске и сельских поселениях района неоднократно проводились мероприятия по очистке территорий от грязи и мусора. Предыдущая массовая генеральная уборка проходила в Альметьевске 23 апреля. Тогда на нее вышли более 25 тысяч альметьевцев. Было вывезено более 300 машин мусора, задействовано 229 единиц техники. Предстоящий субботник должен стать не менее продуктивным. Лето, город и район должны встретить чистыми. К другим темам. Платить налоги теперь станет проще. Не придется выстаивать длинные очереди. Министерство связи и массовых коммуникаций России заявило о запуске на сайте Федеральной налоговой службы нового сервиса, который позволяет оплатить текущие налоговые начисления. Мы попытались выяснить, действительно ли это облегчит жизнь налогоплательщикам. Все больше горожан предпочитают походом в налоговую безналичный денежный расчет. Это позволяет экономить и время, и нервы. Пользуемся очень удобно, да. Постоянно. Ну, то есть, как приходят и сразу с расчетного счета деньги скидываешь, и как бы нет проблем, да, чем ходить там, и там скидывать. Вот и все. Хотя некоторые жители Альмедиска отмечают и минусы такой системы электронных платежей. Ну, нужна, наверное, просто больше сейчас молодежь работает. Нам сложнее работать. Я вот пробовал коммунальные услуги оплачивать, один раз неправильно набил, и потом, чтобы вернуть эту сумму, скажем, было проблематично. Однако при оплате налогов на сайте налог.ру возможность таких ошибок исключена, уверяют налоговики. Именно поэтому на электронную систему оплаты перешла большая часть населения. На данный момент в Альмедисском районе интернет-сервисом уже пользуется 65% населения. Оплата всех налогов через личный кабинет минимизирует допустение ошибок, потому что при открытии личного кабинета появляются уже все правильные данные человека, физического лица. Для оплаты налогов через госуслуги необходимо авторизоваться на сайте налог.ру и выбрать свой способ оплаты через портал госуслуг в нужных налоговых платежах. Это значительно расширяет и без того широкий спектр услуг, предоставляемых на портале. Также в личном кабинете можно заполнить декларацию по форме 3НДФЛ, направить в инспекцию и отслеживать статус ее камеральной проверки. Для открытия личного кабинета нужно обратиться с заявлением в налоговую инспекцию, имея при себе паспорт и ННН. К слову, удобное нововведение появляется на портале госуслуг с завидной регулярностью. Напомним, что в начале года там была запущена ранее недоступная возможность оплаты задолженности по налогам. Илька Махмедзианов, Эдор Прокопьев, Эльдар Гемаев, Альмедиск ТВ. «Парус надежды» вновь признал своих призеров и победителей. Во Дворце культуры Иске-Элмедз состоялся торжественный гала-концерт первого регионального фестиваля «Творчество детей с ограниченными возможностями здоровья. Парус надежды» организованной благотворительной организацией «ЯС», действующей при акционерном обществе СМП «Нефтегаз», при поддержке депутата Государственного совета Республики Татарстан Фуата Фагимовича Комарова. Яркие, милые, творческие, одаренные дети из Тукаевского, Зайнского и Альмитевского районов вновь порадовали зрителей многообразием своих талантов. Юные дарования проявили свои таланты в четырех номинациях. На церемонии награждения победителей и призеров гала-концерта побывала и наша съемочная группа. Второй год подряд фестиваль раскрывает новые таланты среди особых детей, которые не перестают удивлять зрителей и его организаторов своей любовью к жизни и стремлением преодолеть трудности. Каждый раз, поднимаясь на сцену, эти дети доказывают, что талант не имеет никаких ограничений и рамок. Хорошее настроение, сплошное небесенье, когда однажды утром его ты не найдешь. Хорошее настроение, немножко вдохновения, и ты уже с друзьями танцующих поешь. Высокая цель руководства СМП «Нефтегаз» достигнута. Вновь подарена надежда, вера и любовь особым детям. Организаторы отмечают, что фестиваль помогает детям повысить самооценку, укрепить веру в себя и в свои возможности. Я всех поздравляю с этим событием. Тем хочу пожелать крепкого здоровья и чтобы ваши идеи, замыслы, желания, они всегда воплощались в жизнь. Всего хорошего вам. Каждое выступление детей производит незабываемое впечатление, трогает до глубины души. Зрители радуются за этих детей так, что не могут сдержать слез. Нежно, сильно, трогательно и чарующе. Эти прекрасные мгновения навсегда останутся в сердцах и воспоминаниях как участников, так и всех гостей. Мне нравится тем, что дети с ограниченными возможностями могут проявить себя в этом конкурсе. Мне нравится петь в хорошем настроении, потому что я люблю позитивное настроение. Среди участников и новички, и те, кто участвует в фестивале уже второй год подряд. По словам членов жюри, за год маленькие артисты выросли и стали намного увереннее. А это говорит о том, что фестиваль помогает ребятам ставить цели и добиваться их, несмотря ни на что. Очень благодарна организаторам этого фестиваля за то, что они, во-первых, меня пригласили, и я имела возможность увидеть и прочувствовать этих детей. И сама мысль вот эта потрясающая, устроить вот этот фестиваль, и сделать его на таком достойном уровне, чтобы все было вот именно для детей, меня насколько вдохновило это действие. Я просто в восторге от него. В финальном туре фестиваля приняли участие почти 200 человек. 58 участников творческого форума стали призерами. Призовой фонд фестиваля «Парус надежды» составил более 100 тысяч рублей. Гран-при фестиваля в номинации «Исполнительское мастерство» присуждено Михаилу Чипиге. Публика меня воспринимает как полноценного артиста. Они меня считают как за звезду какую-то восходящую. А мне просто это нравится. Я, как сказать, выполняю свою игру при публике. Просто выступаю, чтобы людям нравилось. Дипломами 1, 2, 3 степеней в разных номинациях награждены 37 детей из Альмитевского района. 13 дипломов увезли с собой заинские таланты и 10 дипломами отмечены участники из Тукаевского района. Наиля Аль-Айюби, Алсу Гатаулина, Илькам Ахмедзианов, Альмитевск ТВ. Весело отметили уходящий учебный год ученики 19-й коррекционной школы. Сегодня им устроили настоящий сюрприз. Представители городских предприятий, организаций и предприниматели пришли к школьникам с подарками и вкусными угощениями. На сцене выступили молодежные коллективы города. Несколько концертных номеров подготовили и сами ученики школы. Благотворительные концерты проходят в стенах этого учебного заведения регулярно. Руководство школы отметило тех, кто оказывает постоянное содействие в их проведении. Также была отмечена и телекомпания Альмитевск ТВ. Продолжается конкурс фотографий «Спасибо деду за победу» объявленной телекомпанией Альмитевск ТВ. На нашем сайте вы можете посмотреть фотографии, отправленные участниками, и проголосовать за понравившиеся работы. Онлайн-голосование стартовало сегодня, 20 мая, на сайте Альмитевск ТВ. И еще немного информации. Продолжается льготная подписка на газеты «Знамя труда» и «Элмета Нары». Она продлится до 22 мая. Подписку на издание можно оформить во всех отделениях почтовой связи. И это вся информация, о которой мы успели поделиться с вами. Напоминаем, что наши новости и передачи доступны для просмотра на официальном сайте телекомпании. Вступайте в наши группы ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер, Одноклассники и Фейсбук. И участвуйте в конкурсах и розыгрышах. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!